Всем привет! Мы находимся в магазине Доброди, Перелок Красный, 9А, город Шостка. Это видеообзор Силан модифицированный клей CM77 Ультрафлекс Торговой марки Ceresit Значит, вот так он выглядит, в ведрах продается CM77 Значит Силан модифицированный клей Для укладки всех типов плитки из керамики, стекла, природного камня На сложных поверхностях, внутри и снаружи помещений Свойства Для укладки большинства видов облицовочных материалов Высокая и продолжительная адгезия к различным основаниям Регулирование Регулируемое время отвердения Для большинства оснований грунтовка не требуется Обеспечивает эластичное клеевое соединение Обладает стойкостью к воздействию химических веществ Не содержит воды и растворителей Готов к применению Соответственно, в ведре он уже готовый Перемешиваем и работаем Так, здесь посмотрим, что у нас на континках Высокая эластичность Твердение в экстремальных условиях Плюс 5, плюс 35 Прочное клеевое соединение для критических оснований Вот здесь у нас указано R2, высокопрочный Стойкость к сползанию 0,5 мм Ну, стандартная Значит, область применения Клей церази CM77 Предназначен для облицовки любых сложных поверхностей Бетон, цементно-песчайные штукатурки и стяжки Выдержка цементных стяжек не менее 28 суток После этого уже приступаем К поклейке Значит, можем Клеить природный камень Азбашифер, металл, даже дерево Фиброцементные плиты ДСП Вот, очень интересно То есть, даже дерево Всеми типами плитки Из керамики, природного камня, стекла Плотного бетона, литого камня, мрамора Как внутри, так и снаружи зданий Клей церази CM77 Эффективен при облицовке поверхностей Которой подвергаются вибрациям Облицовке свежих бетонных стяжек В том случае по поверхности следует предварительно обработать грунтовкой церази ТСТ-19 Ну, естественно Если это бетонная стяжка, то, конечно же, нужно обработать ТСТ-19 Облицовке без удаления старой плитки То есть, плитка по плитке Тоже, я так понимаю, ну раз не указано, что нужно бетонноконтактом пройти То есть, плитка по плитке можно сразу без бетонноконтакта Облицовка оснований, которые подвергаются постоянным атмосферным воздействиям Террасы, балконы, эксплуатируемые кровли А также химическим воздействием Автомойки, лаборатории, производственные цеха Облицовка поверхностей, которая подвергается продолжительному воздействию воды В точности под давлением Бассейны, резервуары Облицовка полос подогревом Склеивание конструкционных элементов Профилей, секций, декоративных деталей Очень хорошая смесь Что у нас? Посмотрим дальше Поставляется в пластиковых ведрах по 8 кг Состав Реактивная адгезионная Силан модифицированная смола С минеральным наполнителем и добавками Температура применения клея Плюс 5, плюс 35 Температура эксплуатации Минус 30, плюс 60 На печь у нас не подойдет Хотя бы 80 Рекомендую для печи Вот он расход, таблица расхода Дальше давайте почитаем Рекомендации Клей CM77 Производится на основе силан модифицированного Вяжущего вещества Отвердение, которое происходит Под воздействием влаги По этой причине Очистка инструмента и поверхности плитки При помощи воды невозможна Для предварительной очистки Следует использовать сухую ткань Остатки свежего клея Можно удалить с помощью спирта Минерального масла Или растворителя При продолжительных перерывах Работе на поверхности клея Может образоваться пленка Даже если ведро плотно закрыто Которую следует удалить Перед продолжением работы Не следует взбалтывать клей в ведре После использования Следует плотно закрывать ведро с клеем Скрытый продукт Использовать не дольше трех недель То есть О том, что я сначала сказал Перемешать Они это не рекомендуют Ребята Перемешивать его Я так понимаю Или что Применение Значит клей Выходит так Выходит так Значит спасибо за внимание Если что-то я не сказал То пишите Пишите в комментариях Также Я рекомендую вам Подписаться на мой канал Вот Если вы хотите помочь Аудио-видео техникой Присылайте мне ее Либо помогите рублем Вот Ссылки на Донешиналис И счета Приватбанка Будут в описании Пока Алло